В районе ТЭЦ-2 на акватории Уводи появились нефтяные радужные разводы. Их под мостом на улице Смирнова обнаружили орнитологи, когда проводили всероссийский учет зимних водоплавающих птиц Серая Шейка. Кряквы в этом месте зимуют каждый год, потому что здесь их нередко подкармливают. На месте ЧП орнитологи обнаружили утку, сильно перепачканную в мазуте, практически черную. Птицу они взяли с собой, чтобы попробовать выходить ее в домашних условиях. При ближайшем рассмотрении казалось, что птице было повреждено крыло, то есть ее такой ослабленный уже кто-то поймал. Была оторвана плотерная пряжка, то есть от когтевого состава, половина крыла, и птица уже была отравлена. Усилия, направленные на спасение птице, не помогли. Утка вскоре погибла. Во-первых, был нарушен перьевой покров, птица не могла плавать. А во-вторых, утки являются фильтраторами воды, то есть они получают пищу, заглатывая воду, и, возможно, у нее уже была интоксикация организма. Откуда появились эти пятна на воде и насколько опасен разлив нефтепродуктов, пытаются выяснить профильные ведомства, а также прокуратура. Тревожные сообщения о том, что в городе Иваново на акватории Лейкиова, тюмаста в районе улицы Смирнова, обнаружены пятна неизвестного происхождения, начали поступать 13 января вечером. На место были оперативно направлены спасатели, которые установили боновые заграждения, препятствующие распространению нефтепродуктов и водонерастворимых сгрязняющих веществ по поверхности воды. О данном происшествии проинформированы все заинтересованные органы власти и контролирующие структуры. На место также выезжали специалисты Росприроднадзора, которые взяли пробы воды. Результаты исследования пока неизвестны. Непонятно, откуда появились эти нефтепродукты. Масляные пятна плывут по течению со стороны улицы Первая Полянская. Ничего не подозревающие об этом местные жители ловят неподалеку рыбу. А рядом, как известно, находится источник, к которому 19 января в крещение массово потянутся люди.